Великого братства казачьих войск Великого братства казачьих войск Великого братства казачьих войск Великого братства казачьих войск Их первое нападение Впоследствии, когда границы уже передвинулись Когда Россия уже начала расширяться Они стали уже менее востребованы на данной территории Часть была переведена казаков в городовые, так называемые Которые несли службу в городах А часть ушла по Верховный Дон, вниз И расселилась уже в более свободных местах Это часть ушли на Донскую войско, Донскую территорию, часть Кубанскую, часть Терцкое войско. Вот Терцкое войско открыто официально заявляет, что прародителем их войска являются рязанские казаки, прибывшие из Червеного Яр, так называемые. Это он занимал территорию Рязанской области, Тамбовской, Тульской области. Казаки – это не постороннее слово на рязанщине, это исконная родина казаков. И, как ни странно, жители Рязанской области об этом не знают, потому что у всех сложилось такое мнение, что если казаки, то это обязательно Дон, Кубань, Запорожье, все остальное. Но откуда они пошли, все об этом и забывают. И есть такая дата, 1444 год, битва на Листине. Листань – это река сейчас Листвянка. В этой битве упоминается впервые, в летописи, это по Никонской и по Ларинской летописи, упоминается впервые упоминание о казаках конкретно. Как о воинском соединении, которое выполняло какую-то определенную воинскую задачу. Битва состоялась не именно конкретно на этом месте, но вокруг, потому что, если мы берем численность войск тех времен, то Тумен, который был с царем Мустафой, это примерно порядка от 5 до 10 тысяч. Сейчас об этом мы не узнаем, но даже 5 тысяч – это очень много. История была такова, что они пришли, его отец – это Улум Мухаммед, это последний царь, вернее, хан Золотой Орды. И когда Орда уже начала разваливаться, они ушли на Крым, но в Крыму оказались свои, скажем, князья, которые захотели оставить это все за собой. Но ему пришлось уйти, и он ушел на Казань. Он, кстати, прародитель казанского ханства. Ну, естественно, братья, их было 4 брата, это Якуб, это Касим, впоследствии перешедшие на сторону царя, и ему были отданы владения Касимовского района. Вот, стать тоже очень интересной. Вот, и Якуб потом тоже служил на службу царя, ему отдали в его вотчину Кострому, Костромская область, вот, ему была отдана. Вот, ну, вот старший брат, естественно, когда они начали, ну, там, организовали это, начали ходить по окружесям. Пришел он на Рязань, царевич Мустафа, сделал, как в летописи написано, взял большой палон, вот, и повели они палон, обычно всех этих невольников отводили в Крым, вот. Ну, там были невольческие рынки, и продавали, ну, на этом, естественно, тогда зарабатывали так деньги. Ну, наш князь и воеводы предложили не уводить людей в Крым, а попытаться собрать выкуп и купить его здесь. Ну, вроде того, что зачем ты поведешь, все равно надо кормить, нужно охранять, будет все равно болезнь, кто-то убежит, кто-то нападет, ну, зачем тратиться, когда мы тебе этот купим. Ну, он, естественно, милостино, так в кавычках, согласился, встал недалеко около Ряжского поля, как говорят, ну, и стоял, ждал выкуп. Ну, и наш русский народ, Рязанщина, начало собирать потихонечку выкуп. Вот, собрали выкуп, отдали ему, а он после этого начал уходить в степь, а шел он как раз в сторону Казани. Вот, ну, было жаркое лето, трава высохла, и были пожары, и степь голая, а татары, они с собой не фуража не возили, они питались их лошади под ножным комнатным. И чувствуют, что они не уйдут, и они развернулись опять, и подошли уже к старой Рязани, не к старой, а к нашей Рязани, подошли к стенам, и милостино, опять, в кавычках, попросились перезимовать. Обещали они покупать фураж, никого не трогать, но, как обычно, потом начались эти безобразия, в общем, назовем так, начались какие-то мелкие стычки в посадах. Ну, и, естественно, понимая, что все-таки непрошенный гость, послали гонцов по всем окрестностям. Естественно, их разведка доложила о том, что к городу подтягиваются отряды рязанских казаков, как раз они туда просматриваются, мордовские лыжники, рязанское ополчение, и, скажем, московская воевода прислала свою дружину. Естественно, они понимают, что в городе они не смогут удержать оборону, и он принял решение уйти подальше от города. И вот он как раз двигался в сторону ближнего Кораблино, тогда бы не было Кораблино, а Стремино, тогда бы в ту сторону двигались вдоль Аки. Но, как обычно, на Руси нам помогает погода. Ранней осенью выпал снег глубокий, мокрый, то есть лошади проваливались в снегу, не могли далеко идти, и он в верст 15 ушел от города. Да, это вот как раз Кораблино, вот, то есть выбрали холм и решили перезимовать там. Вот перезимуем, а потом мы к вам накормим своих лошадей и обратно к вам придем. Ну, казаки там принимали участие с мордовской лыжникой, они, как, скажем, ну, загоняли в нужное место, то есть розетку послали в одну сторону, там их поджали, туда нельзя в одну сторону, то есть направили, направили, направили и направили их в определенное место. Ака, естественно, она широкая, она не замерзала, не замерзала в тот момент, и они планировали пройти через реку Листань. Она тоже была широкая река была, полноводная, и она не замерзла. И они были прижаты к реке, они поняли, что они через реку не пройдут. Ну, встали они на бугре наши, им предлагали сдаться, естественно, они отказались, ну, и было лишающее сражение, где были они все побиты. Вот, исходя из этого, решили за собственные средства, не обращаясь к никому, за средства казаков, построить памятный знак, и на этом знаке описать, естественно, для других людей, которые будут там пребывать, что да как там происходило, и кто принимал в этом участие. Примерно вот так. Что представляет из себя этот памятный знак? Думали мы по-разному, конечно, можно было сделать разные памятники, но сошлись на том, что нашли мы специально с каркаса Черкеева, купили большую глыбу, 2,5 тонны, камень-змеевик. И мы подумали, что меч, воткнутый в данный камень, да, он будет символизировать побивание всего зла, всей греховности. Вот, это одно из вариантов. А в другое, что русский меч и камень бьет. Примерно вот так. То есть, это сила, скажем, русская сила, которая способна даже камни громить и бить. Примерно вот так. То есть, это связано, скажем, меч выполнен в форме креста, естественно, православие, потому что казаки-то прежде всего православные. Вот, ну, примерно вот так. Естественно, там поставлена еще вышка деревянная, и вообще все должно было быть немножко и будет немножко по-другому. Исходя из того, что, как бы, получилось так, что историки Савельев, Карамзин, известные историки, скажем, дореволюционные историки и современные, утверждают, что да, действительно, то есть, первое упоминание о казаках, именно о рязанских казаках, это говорю не я, это говорят историки, это везде отражено, даже было в царских летописях и вообще в этих справочных царских. Даже вот я посмотрел, в 1912 году последний справочник, там прямо начинается первое упоминание, ну, то есть, казаки, первое упоминание, казаки Рязанские, Счеровная и Яра, битва 1444 года. Ну, естественно, понимая, что это, скажем, является какое-то, скажем, сакральное для казаков место, приняли решение стремиться и построить там исторический культурный центр. Исторический культурный центр, посвященный упоминанию первых казаков России. Обсуждали эту тему с руководством, с московским, с разными, скажем, коммерческими структурами и пришли к выводу, что, в принципе, такой центр устроиться будет, он будет строиться в плане, он будет строиться, походить 15 веком, то есть, он будет рублен, и здание, вот, может кто-нибудь знает, кудыкина гора такая есть, вот, что-то наподобие, конечно, не менее градион, но там просто город мастеров, да, а здесь будет посвящен именно казакам. Не именно вот именно этой битвы, а именно истории казаков, то есть, откуда они пошли, чем они занимались, как быт их, то есть, человек, попавший на данную территорию, сможет буквально окунуться в 15 век, попробовать пищу, там, переночевать, там, попробовать, там, поселять слуга, там, покидать копья, то есть, сделать такую, такую, ну, более, скажем, насыщенную, не просто, там, сели, погуляли, там, да, петь песни поели, а вот именно прикоснулись, там, именно, там, попробовать, там, поставить, там, чучело, там, метров за 50 и дать вот копье, там, нашим современным молодцам, сказать, попробовать, вот, как вот наши предки, еще, надо еще поразить. Ну, я к примеру говорю, там, раз, там, кузницы, там, рестораны, там, гостиницы, бани, там, на реке должны будут стоять, то есть, все, скажем, все должно быть сделано так, что, как человек просто попал, и все это должно войти в туристический кластер, потому что есть в Москве программа, что прорабатывается о создании туристического кластера, то есть, ну, есть разные кластеры, туристических кластеров нету. И когда заговорили на межведовственной комиссии, стоит по президенту по вопросам казачьего, по созданию туризма казачьего, и сейчас президент наш говорит, что нужен туризм, нужно патриотическое воспитание увеличить, нужно туризм внутренний увеличить, сразу вопрос стал о создании туристического кластера. Соответственно, если кластер будет создаваться туристический, то откуда он должен создаваться, логично, да? То есть, он должен создаваться с первого места упоминания, да? Уже есть оператор, который заинтересован в создании этого кластера, но не в создании конкретного, рязанского, а именно глобального. То есть, работа ведется, ведется уже, если уже эскизные проекты прорабатываются, подходим к рабочему проекту, то есть, работа в этом пласте ведется. Но это что-то будет, вот как в некотором царстве, только уже направленное на историческую, культурную такую часть, скажем, направленное на... Я думаю, что это будет очень востребовано. Почему? Потому что донские казаки, терские, кубанские казаки, многие говорят о своих корнях рязанских. И я думаю, что внутри именно казачьей тематики можно наладить именно внутренний такой туризм, который сможет не просто раскрыть какие-то там, скажем, информационные границы, но и плюс еще общение между собой. В Рязанской области местные жители начали наблюдать людей в казачьей форме. И, естественно, задают вопрос, откуда же они появились-то? Завезли их или как? Или как они у нас? И я хотел обратить внимание на то, что казаки – это не те люди, которые записались в какое-то общество казачье. Это не те люди. Может записаться любой в казачье общество, зарегистрированные, не зарегистрированные, носить казачью форму, но и не являться казаком. Казак – это тот, который родился в казачьей семье, тот, который имеет отношение к казачьим корням, и тот, который прежде всего соблюдает казачьи традиции, а самая главная задача казаков – это соблюдение казачьих традиций. Не придумывать новые, как пытаются сейчас некоторые казаки, а именно соблюдать казачьи традиции, которые были до нас, и жить по казачьим традициям и правилам. Естественно, приумножая там свой род, то есть это как бы по крови все должно передаваться. А те, которые вступили, так называемые поверстали с казаки, они должны принимать эти обычаи и их, скажем, дальше поносить через свое поколение. И так что просто получаются разные не очень красивые вещи, и местные жители не очень, скажем, есть такие моменты, за которыми бывает стыдно. Но я обращаю внимание, что не все те казаки, которые находят в казачьей форме, это нам тоже понимать. Исторический центр, о котором вы говорите, определились ли с местом, где он будет располагаться? Да, мы определились с местом, да, есть территории, которые, но это будет связано с, скажем, с частью производства сельскохозяйственных, скажем, сейчас как можно приезжать, поработать, там будут выращиваться определенные культуры именно тех времен. То есть из этих культур будут изготавливаться определенные продукты, то есть именно там, где установлен памятный знак, именно там планируется, вот здесь есть, мы потом покажем, есть примерно уже эскизы, которые уже прорабатываются и выносятся на обсуждение уже вышестоящие станции, уже там, город Москва, там, все остальные структуры. Андрей Александрович, спасибо, что стали сегодня нашим гостем, ответили на интересующие нас вопросы. А на этом мы с вами прощаемся, хорошего вам дня и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин